Дамы и господа, мы снова на Дюкинском карьере. И сейчас мы полезем. Так, так, так. Да ничего страшного. Я на эту, я эту наложу камеру, там пофигу, дрыжками, не дрыжками, чем угодно. Едем мы на место встречи с ХЗБ-шоу. Сейчас мы там пересекаемся и дальше едем на Дюкинские карьеры. Вот сейчас, если будет видно, вон там разрушенная церковь стоит, да? Мы с Мишей, помню, ездили туда как-то зимой и пытались рассказывать сказки в стиле закопанные города России. Но что-то у нас это не пошло. И мы решили все-таки снимать наши вылазки, походы и поездки. Да ты на нас теперь переключайся. Мы подъехали к Хохлова. Ну, она у нас называет... Ну, я знаю, что Хохлова там, но чтобы людей особо не парить. В общем, мы подъехали на трассу. Да, избавляемся от слова «в общем». И в общем мы подъехали на трассу, где стоят не очень качественные, но дешевые ***. Ну, что, ты нашел координаты? Ты так Сашку тоже иногда сверху снимай, что он делает. Мы наснимаем. Это будет наш фильм, как у Джима Моррисона. Джим Моррисон, он вечно бухой и упоротый. Вот я сегодня, как всегда, не спавший. У меня состояние тоже такое же. В общем, состояние Джим Моррисон. Если я буду в следующих видео говорить, что у меня сегодня состояние Джим Моррисона, значит, я не спавший и не отдупляю реальность таковой, какая она есть. Наговорил сейчас кучу всего, а у нас, оказывается, не писался звук. Повторю второй раз. Стас должен появиться вот из-за этой надписи на машине, на своей, на которой будет написано «КЗБ шоу». Надеюсь, в этот раз все записалось классно и с первого раза. Вообще, не, угарно, угарно. Я думаю, этот микрофон работает отлично. Просто в чехле, видимо, не доткнулся. Кому-нибудь дом нужен? Вот, можно сказать, на березах все написано. Продам дом. Ну да. Продам участок. Там не видно. Частный дом. Тебя не слышно будет, это я думаю. Ну ладно. Но если ты хочешь что-то сказать, слово оператору. Я не знаю, что сказать, как всегда. Ну отлично. Передача «Репортер». Скажите, что вы думаете. Все понятно. А вы? А о чем он? Почему он задерживается? Нет, вообще. Вообще, погода сегодня хороший праздник. Мы все в ожидании чуда. Главное, чтобы у меня машина не переехала, пока я тут выписываю кренделя спиной к дороге. Ну я надеюсь, это нам недолго ждать. И вот-вот, вот, долгожданное ожидание. И никого. Я не снимал твой, мама. Я номера обычно снимал. Во! Поворачивай, как раз он едет. Слушайте, это было неожиданно. Вот он и приехал, кого мы ждали. Ладно, вырубай пока. Едем? Поехали. Поехали, все. Мы дождаем еще один звук заберется. Сейчас сначала на дюке, а потом на дюке. Ввоем или на поле, или как? Да не, ввоем. А, на дюке? Сань, тачку тут на дороге не оставит. А, так, а что, куда там дюкнуть? Ну сейчас мы за нами едем. А, так. Так проще будет. Все, а Сане, я сказал, он, короче, чтобы туда приезжал. Ну и все. Саня, там, и Сань, если ты это посмотришь, прекращай, короче, блин, вот так делать. Ты до сих пор мне не написал, выехал ты или нет, проснулся ты или нет. Обязательно, Саня, это покажи. И потом я наору на тебя еще разок, потому что нет информации. Мы уже почти на карьере, а ты еще спишь, блин. Главное, чтобы записался звук, а то потом мне придется озвучивать поверх кадра. Все, поехали, еще раз две минуты, короче, да? Ну вот, Красный Богатырь, вот здесь он, да, этот карьер, например? Да. Все, Эмизи, он там. Да, 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 это он. Не, подожди, он не на второй уехал? По карте. Круг, кругом. Нет, это я. Судак, да, там где-то. Судак, да, потом уровень. А, да, по-моему, 10-ти. Ну вот, короче, что? Все, едем. Тогда за нами придерживаться. Смотрите, у меня еще один пёся. Осторожно. Пёся. А почему? Гарчево. Да, да, мои господа, мы снова на Дюкинском карьере. И сейчас мы полезем по старому нашему маршруту, где мы ходили, если мне память не изменяет, года три назад. Там очень много машин, поэтому, я думаю, что здесь просто толпы народа. В общем, мы сейчас все увидим. По-моему, раньше не было этой, да? Мы будем сверху его, да? Ну да, мы сейчас будем сверху. Сейчас тут как отвесная скала, так что аккуратнее. Тут как какой-то летит аппарат. Я не знаю, что это здесь. Может, кто на крыле летает, если я правильно назвал. Можно сказать, мы в маленькой... Как её? Норвегии. А? Красота! Ну да, в тот раз мы вот здесь пытались спуститься. Ну смотри, тропка вроде как чуть лучше. Не, а может, всё-таки на ту косу, из косы, попробуем там слезть и вниз? В тот раз у нас Серёга не полез. Он маленький был, у него рост не хватало там прыгать. Ну что, там? Ну давай спустимся, посмотрим. Не, ну здесь просто сейчас обрыв глянем. Я из-за чего вам и сказал. Будет как в тот раз. Это как это, ремейк на первую часть Терминатора получается. Все персонажи почти те же, но... Так, вон тут парни уже начинают творить дичь. Что, прогуляемся или пойдём? Я бы прогулялся... Слушай, я предлагаю сходить вот так, в круг, и вон там вон эта коса, на неё, а потом спуститься. Да, давай. Самый оптимальный вариант. Я не буду спускать, что будем спускать. Меня вообще у тебя слышно будет, тоже, да? Тоже. В этот раз попробуем, говорю на две камеры, да? Попробуем слезть там. Да. Но если повезёт. Вот там прикольная точка, вон самая высокая. А вот смотри, самая высокая точка, сейчас я тебе расскажу. Есть ещё очень. Помнишь, я прикалывался, если там наберёт видео сколько-то лайков, мы приедем драться с этим? С кем там? Забыл, как собака называется. Ну, который в фильме Дэмина Торна охраняли. Это вот как раз за этими ёлками. Там здоровый карьер. Там стоит роторный этот. Там железная дорога и машины. Служебные помещения. Там уже... Там другое действующее. Вот туда бы, конечно. Было бы угарно. Ну всё, идём туда. В общем, самые ответственные скалы ещё у нас впереди начинаются. Здесь ещё это, так. Лайтовая версия. Серёга. Есть какие-то впечатления пока? А то я там ВКонтакте написал, мы поехали за новыми впечатлениями. Серёга говорит, что у него состояние не до впечатлений. Я тут, как всегда, готовлюсь экстремальничать на отвесных скалах. Поэтому... Слушай, Серёга. Тренируюсь здесь. На 5 минут зависнет? Зависнет. Хоть на 10. Мне без разницы. Я тут себя ощущаю... Как я говорю, как в Норвегии. А? Круть. Просто у меня ещё батарейка на телефон, блин. Поставлю сюда, это можно. Кому-нибудь, что ли? Потому что у меня может телефон потом сесть. Это Серёге. У Серёги деньги есть. На телефоне. А у меня только интернет. И вон там, давай сюда. Да, это зуб. Так уж он, как будто вниз у тебя улетел. Вон он! Я там ехал. В общем... Это был, походу, не мой. Это был... А чей? Вот это не твой, ты имеешь в виду? Это мой, но он сейчас не живет так. Я вообще помню, что посоветует... В общем, мы здесь не одни. И здесь народу, как по мне, по ощущениям, как будто вон там рок-концерт проходит, как там кричат. Ах, ты его вырубаешь, и он падает на руку. Ну да, я давно тут не был. И тут уже наставили всяких указателей. Вы гуляете по природному заказнику. Лагерь, кофе и мангалы только вон там. Но давайте будем откровенны. Кого когда это останавливало? Всем же пофигу. Сейчас еще засмотрим, что здесь. Вот этого, по-моему, тоже тогда не было, да? Да мы здесь не были, мы их не видели. Нет, мы проходили вот здесь. Просто они пушные, они не понравились. А вот мне цветырочки-то должны быть. Ну тоже. Кого это останавливало? Сейчас вам тут я нашел, можно сказать, стол друидов. Сейчас мы его увидим. Во. Сойдет за стол друидов. Не так ли? О, столик. А я и говорю, стол друидов. Сейчас мы будем делать ритуальное жертвоприношение. Да. Сейчас мы... Ну тут уже кто-то вон приносил до нас в жертву пачку Роллтона. Мы сегодня тоже принесем. Да. А, вот еще кое-что. Ну смотри-ка, все здесь цепеник. Нам надо тоже где-то вот такое сделать место у нас. Чтобы было. Прям в лес пришел тусить. Да, вот это прикольно. Вот я нашел это место, где я фотографировался несколько лет назад. Похоже, это вот именно тот отвес. Опа! Ха-ха-ха! Это вот я не спавший. Я говорю, мне сегодня надо по краям лазить аккуратнее. В состоянии Джима Моррисона такое. Лазить у края опасно. Так. На меня реально носят. А все почему? Потому что я мало спал. Вот я тебе говорю. Во! Красота! Что-то там альпинистов увидел, да? Не, ну здесь все-таки как-то по мне стало больше тропинок. Не знаю, почему, кто их столько наделал. Что-то я, короче, уже заблудился здесь. Да ладно, главное туда идти. Ну да. Вон туда. А, я тоже же не понял. Не-не-не. Вот-вот-вот. Не рада, что они еще не изрисованы. Вон там должно быть. Все изрисованы. Тут, в общем, заросло много. И поэтому, как бы, оно выглядит все по-другому. Даже немного в новинку. Не, он очень прикольный. Ладно, сейчас мы еще дойдем вон туда. Сюда спискаться мы пока не будем? Нет. Мы пока идем на ответственную сумму. Пока не будем. Вон тут, как я угораю часть Норвегии. Почему? Ну, там же это в Норвегии камни и маленькие деревья. Как в фильм этот, про викингов-то. Старые, советские, на камнях растут деревья. Блин, в Корее так же, блин, почти. Вот и здесь. Вообще, ты видел меня сейчас мотнуло, как там на краю? Конечно. Это было круто. Дай вам про видео. Что? Просто вам выкладывают в YouTube. Опа. Кого не узнают? Я могу не хотим. Не, но учитывая то, что... Не сказать, что... Кто-то запоминает наше видео. Так что, даже не переживай. О, так что, страх, страх. Идественная. Такая не особида меня запомнила. Слушай, ну да, реально, смотри, сколько стало этих всяких залазов. Раньше не было такого. Ну, вон. О, сейчас я там это буду снимать. Мы еще, видишь, мы не на том еще круге, мы на верхнем. А там, вон на том будет самый круг. Только вот как мы тогда достаточно туда спускались, я уже не помню. в начале. Ответная вот эта? Ну да. Вон, видишь, там вообще камни какие угольные. Я пошел на отвесную. Там она везде взросла. Слушай, я надеюсь, я не ошибся, а то мне как-то самому уже не по себе. Я это место ищу. Опа, проходите. Да, наверное, мы не на том ярусе. Все правильно. Мы тогда ниже ходили. Да, Стас, мы стоим выше. Вот поэтому мы не... Нет, не можем найти это ответство. Да нет, я что-то подзабыл. Так, я посмертничаю как всегда. В общем, мы заблудились, ребята. Вон они все ходят, люди. Вон, Стас, там уже лазают. Вон, смотри, теперь там тропинка, ее тот раз не было. Вон там? Или где? Где-то здесь вот она. Ну, вон, смотри, коса тропинка. это вот туда я предлагаю вам идти. А здесь... Ладно, сейчас спустимся. Просто я бы еще раз колору поснимал. Поснимай. Вот за этим... вот за этой верхушкой там другой действующий карьер. Я не знаю, получится у нас сегодня туда попасть или нет, но хотелось бы. Вот кому будет интересно, поставите на паузу и почитайте, что здесь написано. Похоже, у нас появился Саша. Стас с ним разговаривает. Как говорится, Саша, если ты смотришь это видео, тебе привет. Так, ладно, я еще немного посмертничаю. Потрясу деревья на краю обрыва. Не сказать, что здесь не страшно, но так как я уже говорил, что я полусонный, я уже начинаю засыпать. Спал я от силы ну сколько, часа три, поэтому у меня реальность немного такая притупляется. Вот. Опа. Вон тут что-то кто-то выбивал буква К. А может быть это Рун, кто его знает. Как и тот раз, я очень-очень доволен, что буду вот так стоять, держаться за деревья, чтобы не упасть. Вот цех аккуратно, но она в принципе держит. Ну ладно, я вас сниму так. Мне главное не нырнуть туда. Ну что у вас, как успехи, братва? Спускаемся, почти по-три, то есть мне прыгать сразу вот на эту. Ну вы да. В принципе, тут реально вот, нормально. Серега, ты здесь полезешь? Ну я лучше туда-туда пошел, Где? Ты имеешь что, по той тропинке? Мне кажется, там проще, чем тут. Там просто пошел, как ты говоришь, на согнутых. Тут пару моментов были, мне не очень поздравились. Да? Да. Я еще не уверен, придем ли мы туда, куда нужно. Придете? Я так думаю. Короче, мы вас там ждем. Ладно. Так, Серега сказал, что они, возможно, там не смогут пройти. Ну что, вы прошли? Или как? Вон, Саша там фоткается. Прошли вы там? Подожди, сейчас. Не, я просто спросил. Если хочешь пройти там, только аккуратнее. не, я тут точно не пролезу. Минус. Пойду, где все ходят. Короче, я вообще не представляю, что я делаю и как я туда полезу. Это раз. Ой, блядь. Ребята, походу, сейчас вы увидите, как я, мягко говоря, пизданусь. По-другому не скажешь. В общем, вот такая тут дичь. Так. Уж будет снято, как будет снято. чувачок тут прошел прям таким уверенным шагом, но он был без рюкзака. Я не настолько охуенный альпинист, чтобы так лезть. В общем, все это выглядит вот так. Представляете? вот так сыпятся камни. Это круто. надеюсь, это дерево не вылетит вместе со мной. Ты меня снимаешь или фоткаешь? А? А что, нет? Не, снимаешь? отлично. Отлично. Он меня снимает. Возможно, этот трэш будет с двух камер. Главное, чтобы моя работала. Работает. лезть. Ну что? Опа. Я почти прошел. Мне даже дико хочется самому посмотреть, что из этого вышло. Вот как-то так. ну, там сложно только в начале спускаться, дальше лет. Я согласен, но это было непривычно. Я просто, знаешь, что? У меня в памяти, как я лечу с велосипеда через себя, когда меня рюкзак перетянул вперед, когда я затормозил. поэтому больше так не хотелось бы. Ребята, ничего, если вы в кадр попадете? А? А, ну все. А то мало же. Просто бывают, люди попадаются просто, говорят, не надо, не снимайте. Круто. не, у меня все-таки плюс, то, что я хреново вижу, мне не так страшно. Единственное, я краю боюсь уходить. А вон где стоска? Где, они уже там? Вон они. Ну сейчас и мы пойдем к ним. Ладно. Че, сынок, пойдем? Так, это вот тот самый камень, да? Самый странный камень, который сам по себе. Да, он тут наполовину. Ладно. Боишься? Конечно боюсь, но... Но все равно встал, я пошел. Да. Ну, ловить самое. Нет. Не так все страшно. Опа, тихо. Можешь когда-нибудь нам фортанет, мы тоже сюда приедем. Сашка как-то предлагал тогда сюда ездить. У Витьки есть фотография. Он стоит на отвесе на каком-то здесь. Так, давайте обвязочку. Я вам сюда выйдите снимите. Да, что-то я пока морально не готов попробую. Не, можно не спускаться, можно просто хотя вот это... Повисеть, да? со страховки. Не хочешь попробовать? идей заманчивай. Да. Но, так сказать. Согласен. да, чё-то ничего стрям на мне. не хотите. Согласен. city Продолжение следует...